Музыка Комплексная спортшкола Победа – одна из больших в республике. Последние полгода ею руководит мастер спорта международного класса, главный тренер клуба спортивных единоборств «Дикая дивизия», исполняющий обязанности директора Российского союза боевых искусств Азамат Кубанов. Он рассказал о деятельности и планах спортивной школы. Преспубликанская комплексная спортшкола Победа действует в республике уже много лет. У вас есть несколько секций, а совсем недавно открылся футбольный детский центр. Расскажите о нем, пожалуйста, поподробнее, что он в себя включает, и есть ли перспективы того, чтобы вырастить там нового Павлюченко? Комплексная спортивная школа отличается от других спортивных школ тем, что у нас несколько видов спорта, а быть точнее более 10 видов спорта. В обычных спортшколах обычно один вид. Поэтому у нас такие виды спорта, как борьба, борьба вольная, грэмплинг, панкратион, плавание, шахматы, самбо, футбол, регби у нас даже есть. Вот очень много видов спорта, которые достойны внимания, и все виды спорта официальные, аккредитованные. Вот. И в данном прошлом мы открыли детский футбольный центр. Это первый футбольный центр в Карачао-Черкесской республике. Вот. Очень большие надежды, очень большие планы у нас. За короткий срок ребята уже показали очень хорошие результаты. На сегодняшний день наши 4 возраста на выезде, один возраст в Москве, они принимают участие на очень крупном, серьезном турнире, и три наших других возраста, они на данный день находятся в Ставрополе, где тоже принимают участие в турнире имени Духина. Вот. И мы их ждем с хорошими результатами, потому что есть все необходимое, потенциал огромный. В нашей школе работают высококлассные тренера. Именно лучших тренеров мы взяли, они проходили отбор, так называемый кастинг, и все самые лучшие тренера республики с большими именами, они на сегодняшний день работают в КСШ «Победа». Маленький отступ мы можем сделать, обратить внимание на секцию спортивной борьбы. В спортивную борьбу у нас сходит грэпплинг, панкратион. Это теми для спорта, которые я тренирую сам. Очень много у нас именитых бойцов, именитых спортсменов, чемпионов России, чемпионов всевозможных турниров мировых. Поэтому данный вид спорта у нас в Карачаево-Черкесии такой акцентированный, потому что у нас любят заниматься данным видом. И очень много таких ребят, которые показали высокие результаты. Сейчас тоже вот буквально на выходных пройдет турнир по грэпплингу в городе Нальчик. Там проходят всероссийские студенческие игры, в которых мы приняли участие. Буквально недавно наши спортсмены в Москве приняли участие на чемпионате России. Вы, наверное, слышали. Это отец и дочь Кишмахова, которые заняли первые места. То есть на день отца. Вот такой вот пример отцовства, можно сказать, показал наш тренер, наш спортсмен Тимур Кишмахов. Он стал чемпионом России. И в тот же день его дочка Ясмина тоже стала чемпионом России. То есть это очень большой такой результат, именно семейный результат. И готовимся на чемпионат мира, который пройдет в декабре. То есть у нас очень плотный график, очень насыщенный график. Разные виды спорта. Сорбисты наши шикарный результат показывают. Аскар Вигельбеков, наверное, выиграл очень серьезный турнир на призы главы Белоруссии Лукашенко. Выиграл очень серьезный турнир. В ходе турнира победил всех известных чемпионов, которые были в овесовой категории. Он является ведущим самбистом в нашей республике и далеко за пределами республики. Наверное, один из лучших вообще самбистов в мире. Поэтому мы гордимся такими нашими спортсменами. Помоложе у нас есть ребята. Чемпион первенца России у нас есть, Гуков. Поэтому по самбо тоже шикарные результаты. И остальные виды спорта тоже дают результаты. По шахматам международный турнир ФИДЭ. Один из таких значимых турниров, который победил наш Патер Махаредыч. Я могу бесконечно об этом говорить, о наших победах. Потому что действительно за маленький срок наши спортсмены немного по-другому начали смотреть на спорт. На достижения. И когда человек видит поддержку именно со стороны Министерства спорта и физической культуры. Карачаево-Черкесии со стороны спортшколы. И когда есть такая поддержка, то хочется и выступать, и побеждать. На сегодняшний день у нас такой хороший карт-бланш со стороны именно руководства республики. И со стороны Министерства спорта и физической культуры спорта. И поэтому ребята чувствуют себя уверенно и показывают такие результаты. В последние годы в республике возводится много строительных объектов. В том числе спортивных. Это спортзал, спорткомплексы. Появляются уличные тренажеры. Улучшаются условия для спортсменов. Но, к сожалению, наша республика победную олимпийскую медаль видела почти 30 лет назад. И то это был командный вид спорта. Есть ли шансы, что ситуация изменится в ближайшие годы? Вы задали очень интересный вопрос. Буду честен. Ну, скажу так, на сегодняшний день, если опираться на сегодняшний день, очень такие серьезные программы господдержки, именно стратегии развития спорта. Вот, как вы сказали, строится очень много фоков, залов, уличных воркаутов, залов, опять же, спортивных центров. То есть этого всего у нас раньше не было. А сейчас это все у нас есть. Поэтому, следовательно, у нас шансы повышаются на ту же самую олимпиаду и на призовые места на олимпиаде. И такой немаловажный факт. Сейчас вот я замечаю, молодежи, все меньше молодежи увлечены там за употреблением там алкогольных напитков, там еще чего-то, запрещенных каких-то вещей. Сейчас более молодежь такая стала, во-первых, более религиозная и не употребляют такие запрещенные вещества, которые, например, нам запрещают родители, запрещает закон и все остальное. Сейчас больше дети тянутся к спорту. Тянутся почему? Потому что есть пример. Есть пример. Одноклассники больше занимаются спортом. Там родители. И все же это все равно вопрос обратно возвращается к семье, с чего я и начал. Именно, я думаю, с семьей это все должно быть. Когда в семье понимают, что такое спорт, прививают спорт. Если родители, спортсмены любят сами физическую культуру, если пусть даже не спортсмен, но хоть занимаются физической культурой, то и дети будут к этому стремиться. А есть семьи, где ребенок сам стремится. Я много таких семей знаю. Записаться на какую-то секцию, показать результат, тренироваться. То они отсекают это. Говорят, зачем тебе это нужно? Вот это очень неправильно. Поэтому все у нас начинается с семьи. А родители любят этот вопрос скидывать в садик, в школу, в секции, плохо занимаются. Но, опять же, когда у ребенка есть поддержка, именно такая, можно сказать, похвала со стороны отца. То есть для него это многого значит. Ребенок может выиграть турнир, придет домой, ему скажет, ну и что ты выиграл? Все, он погаснет, мы его потеряли. А может, это тоже олимпийский чемпион мог бы быть, то есть перспективный ребенок. Сразу же его перспектива гаснет. И, конечно же, со стороны тренера работа. То есть тренер – это его второй отец, тренер – это его личный психолог, тренер – это его друг, это его брат, это его мама. Все в одном лице. Если правильно направлять именно всю эту энергию, то результат будет. Самое главное – это государственная поддержка. Она сейчас действительно есть, действительно стараются, поощряют, отправляют на соревнования. То есть, ну, с финансами стало намного легче. Вот, поэтому, я думаю, результат не за горами. Результат должен быть. Но надо пахать, пахать, тренироваться, всем все понимать. Все зависит от самого человека. Сейчас очень много говорят о том, что нынешние дети менее мотивированы. Если вспоминать спортсмены в поколении 90-х, начало 2000-х, то большинство в своем они занимались вот в тех же подвалах, в очень тяжелых условиях. И вы об этом знаете непонаслышке. Но результаты тогда были блестящие. Сейчас совершенно другая ситуация. Но зачастую мы не можем похвастаться такими же результатами. Вот хотелось бы услышать ваше мнение об этом. Уже 21 век, но везде есть свои плюсы и минусы. То же самое цифровизация, компьютеризация, научно-техническая революция, научно-технический прогресс, это все хорошо. Там роботизация пошла, интернет, телевидение, соцсети. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны это все очень сильно отвлекает. Очень много детей именно зависим уже от этого. Я больше за то, чтобы опять же, чтобы дети более возвращались к той практике, чтобы больше читали художественную литературу. Попеление выросло в спортзалах. И один из спортзалов именно в подвалах. И один из них тоже вырос в подвале. Наш первый зал находился в подвале на космонавтов 100. Когда только-только возродился бойцовский клуб «Дикая делизия». Это 11 лет назад. Как сегодня помню, когда мы чистили этот подвал, очищали, выносили оттуда весь мусор, заливали, стяжки делали. Мы мечтали о том, чтобы у нас ковер был хотя бы, чтобы не на бетоне бороться. А что вы делаете, чтобы привлечь детей для того, чтобы заняться спортом? Детей, чтобы заняться спортом, мы привлекаем тем путем, можно где-то как-то не просто схитрить, а как-то и тем же оружием, на который не подвасно, оттуда на них давить. То есть те же самые соцсети. Мы в эти соцсети размешаем шикарные социальные ролики, спортивные ролики, как мы тренируемся. Как ребенок пришел с улицы, но будучи никем, не стал чемпионом, я им говорю, кто мужчина рожден, тот рожден побеждать. То есть в первую очередь надо победить свою егу, и тогда он станет великим человеком. Говоря об эго, вот приходит к вам совершенно юный мальчик и сразу хочет стать чемпионом. И когда это не получается, наступает период разочарования, как его удержать в секции? Когда ребенок разочарован, тут уже на вас цены выходит тренер. Вот здесь уже работа тренера будет ясна, тренер стоит чего-то, либо нет. Вот если тренер действительно, он тренер и умеет перенастроить своего ребенка на нужный наглад, то ребенок, я очень сильно оцениваю детей, которые приходят и говорят, я хочу стать чемпионом. Это очень хорошо. Это очень хорошо, что он к максимуму стремится. Это шикарно, я наоборот поощряю. Это он себя называет самым сильным человеком в мире. Я говорю, да, ты такой молодец. А когда что-то не получается, надо доводить до того, чтобы это уже получалось, именно слабые аспекты подтянуть. Работа над ошибками именно вводит любого спортсмена к совершенству. Спасибо. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Спасибо.